Нас всех беспокоит, а что будет после войны? Ну, что ждет нашу страну, как нам ее реформировать и где найти специалистов, у которых для этого достаточно знаний? На самом деле, конечно, квалифицированных специалистов и хороших экспертов в самых разных сферах очень много. Нужно только знать, где искать. Я решил регулярно рассказывать и про них, и про их публикации, которые мне самому показались очень интересными. Первый из них — про уехавших россиян. Организация OK Russians провела интересное исследование о том, кто, куда и зачем уезжает из России. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и обязательно посмотрите это видео до конца, потому что в конце я расскажу еще об одном новом формате на нашем канале. Точно оценить, сколько человек покинул Россию за пять месяцев войны, невозможно. Не хватает данных. По самой осторожной оценке — около 300 тысяч. По данным OK Russians, треть уехавших — это айтишники, больше половины моложе 35 лет. Большинство из них не видят возможности скорого возвращения домой. Почти 70% считают, что уехали навсегда или надолго. Это больше похоже на эвакуацию. В таких условиях у людей, по сути, не так много опций, куда релацироваться. Выбирать, что ближе, куда можно уехать прямо сейчас и куда не нужна виза. Основные направления — это Грузия, Турция и Армения. Респонденты также назвали причины отъезда. Первая и самая очевидная — война. Люди отказываются быть соучастниками преступлений правящего режима, а также поддерживать войну финансово или физически в случае мобилизации. Я не вижу для себя возможности продолжать жить в стране-агрессоре, одинаково жестокой по отношению к гражданам соседней и собственной страны. Вторая причина — это репрессия внутри страны. Череда безумных административных и уголовных дел вызывает у россиян обоснованный страх. Опасаюсь за свою свободу. Молчать в тряпочку и фильтровать мысли в соцсетях в соответствии с линией партии не смогу. Мне в полиции сказали, «Уезжай или сядешь за пикет против войны». Третья причина — это работа. Западные санкции, которые стали результатом агрессии против Украины, привели к тому, что многие компании ушли с российского рынка. Это не только прямая потеря рабочих мест, но и конец партнерству. Поэтому никаких инвестиций в рекламу, закупок сырья. А все это тоже рабочие места. Муж работал в зарубежной компании. Не было других возможностей сохранить работу, кроме как уехать. Моя индустрия, разработка игр, потеряла большую часть партнеров и способов заработать деньги в России. На моей работе начались сокращения. Уехал, чтобы найти работу. Четвертая причина — падение уровня жизни. В поездке за границу привычные сервисы и товары — этого больше нет. А люди не готовы терять комфорт, к которому привыкли. Нам надоело затягивать пояса и выживать. Непонятно ради чего и кого. Пятая причина, как следует из исследований OKRussians, это отсутствие перспектив, потому что война будет иметь негативные последствия в будущем. Машину репрессии и экономическое падение сложно повернуть вспять. Люди не видят перспектив не только для себя, но и для своих детей. Нет надежды на то, что в ближайшие 20 лет возможно восстановление и интеграция в нормальный мир. Я молода, я не хочу тратить 20 лет на восстановление из пепла. Ну и, наконец, шестая причина — это чувство отчуждения. Противники войны чувствуют себя чужими и лишними в стране, где большинство, как они считают, поддерживают войну и с радостью вешают на себя буквы «З». Гражданские связи разрываются вместе с солидарностью, и пропасть между людьми в обществе, к сожалению, растет. В одном из предыдущих роликов, вот можете посмотреть здесь, я говорил о сложностях, с которыми сталкиваются мигранты. Окей, Russians этот вопрос тоже исследовали. Основные проблемы — это, конечно, финансовые. Россиянам не открывают счета, мигрантам очень сложно найти работу, курс рубля скачет, и купить его по курсу Центробанка невозможно. Основная трудность — непонимание, что будет происходить, тревога и страх. Пока что на несколько месяцев есть жилье и деньги, но дальше нужно будет выкручиваться как-то. Сложно понять, как получить документы. Хотели сделать вид на жительство, но для этого нужны документы, которые можно получить только в России, и то не сразу. Вывод денег с российских счетов тоже задача непростая. При этом большинство, почти 60%, зависит от источников дохода в России. То есть иностранные переводы для них — это не просто приятная мелочь, а жизненно необходимая вещь. Да и сам факт отъезда — это, поверьте, большой стресс. С одной стороны, стало легче дышать. С другой — сломана в целом благополучная жизнь. Квартира, работа, круг общения, смешанные чувства, тайвоги и надежды. У меня в Хабаровске тяжелобольная мама и старенький папа. Я рыдаю от беспомощности, что теперь даже денег не смогу им отправить. Тут впору спросить, а почему люди готовы терпеть все эти сложности? Не за всеми же пришли менты. Раз за границей так тяжело, то почему бы не остаться дома? Если вам интересно узнать ответ, перейдите по ссылке к описанию и к ролику и прочитайте исследование целиком. Узнайте много интересного о себе, о нас всех и о том, что нами движет. А теперь про новый формат. Мне в соцсетях задают много очень интересных вопросов. Я, конечно, стараюсь на них отвечать, но, сами понимаете, ответить всем невозможно. Поэтому я решил все это объединить и периодически делать видео с ответами на ваши вопросы. В общем, пишите их под прикрепленным комментарием под этим видео. Ну, или в мой инстаграм, вот он на экране. А через пару недель я выберу самые интересные вопросы и запишу ролик с ответами. Это был Дмитрий Гудков. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях обо всем, что вам интересно. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok